СПОНСОР ВЫПУСКА СЕТЬ ЯПОНСКИХ КАФЕ МАРУКАМЫ Пожалуй, лучшая лапша в городе. СПОНСОР ВЫПУСКА СЕТЬ ЯПОНСКИХ КАФЕ МАРУКАМЫ Всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему Сергей Симонов. И вы, значит, на канале Добра и Позитива. В сегодняшнем выпуске тоже хочу затронуть, наверное, ну, такую, как мне кажется, острую и такую щепетильную тему. Тему того, почему же все-таки блогеры зачастую стали просить деньги у своих подписчиков, у своих фанатов на разные нужды, так скажем, да. Опять же, эти все нужды, они, как правило, связаны с видеоблогом, да, с каналом автора, да. То есть вот сейчас я поподробнее остановлюсь на тех людях, о которых я говорю. Их очень много, и здесь как бы разные есть направления. Кто-то, например, пытался сделать платный канал, кто-то пытался сделать отдельные видео платные, кто-то перенаправляет свою аудиторию, которая смотрит его канал на платные сайты. То есть здесь разные есть, так сказать, моменты движения, по которым можно направить ту или иную свою аудиторию по пути того, чтобы им скидывали там деньги, либо платили деньги. Ну, тут есть как бы и плюсы, есть точно так же и минусы. Наверное, сначала поговорим о плюсах. Многие, конечно, это все дело не поддерживают из подписчиков. Многие осуждают, пишут попрошайка, пишут оскорбления, пишут разные всякие гадости автору канала. Я, конечно, этим не занимаюсь. То есть у меня всю вот эту нагрузку, в общем-то, несет спонсор, спонсор моего выпуска, да. И здесь, конечно, я бы порекомендовал вот блогерам все-таки больше, наверное, акцент сделать на то, чтобы налегать на спонсора, да. Потому что, как известно, сейчас в последнее время при тех же самых просмотрах немножко упали доходы с YouTube. С чем это связано? Сложный вопрос. Вот я просто провожу аналогию с прошлым годом. В прошлом году примерно было то же самое. Где-то с января месяца. Потом уже где-то февраль, март, к апрелю, в принципе, все уже вернулось, как было на конец года. А сейчас пока что-то ничего не возвращается. То есть просмотры растут, подписчики идут, а доход как-то что-то не особо, да. То есть я так понимаю, что, может быть, снизили они стоимость за тысячу или там сто тысяч просмотров. Хотя вроде бы и курс долларов, в общем-то, по отношению к рублю выше, чем раньше. Но все отмечают, абсолютно все поголовно отмечают то, что доходы с YouTube упали. И здесь, конечно, включается мысль у автора канала. Как же зарабатывать, как же вернуть хотя бы на прежний уровень тот доход, который приносил канал его автору. Ну, как я уже сказал, лучше все-таки налегать на спонсора, искать его, делать какие-то, ну, скажем так, рекламы, да. То есть пускай их там будет не так много, но это будет нести не зритель, а будет нести спонсор такую нагрузку. Хотя многие тоже упрекают очень много рекламы, очень много спонсоров. Ребят, ну, вы же поймите одну простую вещь. То есть тут варианта два. Либо вот обзывать человека попрошайкой, да, то есть вы будете ему скидывать, либо не скидывать деньги, либо он будет просто зарабатывать деньги за счет спонсоров. Варианта два. Другого не дано. Но это вот первое, что я хотел сказать. И все-таки возвращаясь к плюсам того, что, например, некоторые блогеры объявляют о так называемых сборах, делают стримы, делают твичи. Вот буквально недавно там Ванамаз сделал, скажем так, сбор на GTX 970, да. То есть я его прекрасно понимаю в том плане, что он говорит, вы же хотите, чтобы были классные видео, хотите там обзоры, текстурки, все, что с этим связано. То есть я, говорит, себе сейчас не могу позволить купить, например, эту штуковину, да. То есть обратился к возможным спонсорам, они отказали. То есть вариант какой? Либо покупаешь же свои бабки, либо делаешь как он там, соответственно, объявляешь сбор. Ну а там кто сколько сможет, да. С миру по нитке, так сказать, голому рубаха. Но это вот такой он первый простой и примитивный путь. Он не для меня, и я бы никогда так не делал. Потому что, в принципе, как мне кажется, это все-таки слегонца, ну, унижает, что ли, человека, когда ты просишь деньги, да. То есть, наверное, это не совсем правильный путь, хотя он простой и, наверное, быстрый. Ну вот, например, все прекрасно знают ситуацию там с Жориком Ревазом, да. То есть он в свое время тоже сказал, ребят, вы хотите смотреть там, например, антитест-драйвы, да, они стоят дорого, да. То есть этот ролик, например, он стоит определенного, определенных финансовых затрат, да. То есть скидывайтесь там мне то ли по 33, то ли по 11 рублей, я как бы точно не знаю. Но, типа, я буду снимать. Тоже там шквал негатива, шквал дизлайков, то есть срочный канал и все, что с этим связано, да. Но, тем не менее, он все-таки пошел по этому пути и это делает. Опять же, хорошо это или плохо, как время показывает, наверное, хорошо. Те, кто хотели смотреть и для тех, для кого не проблема заплатить там эти небольшие деньги, то есть они и смотрят, да. То есть ничего там такого плохого нет. Точно так же и Рэдисон, Дима Шилов, да, с канала Рэдисон, то есть они то же самое сказали, что, ребят, типа, вы хотите смотреть, как мы там ходим, отдыхаем, гуляем, там, выпиваем и все, что с этим связано. Welcome на наш платный сайт. Тоже там шквал негатива, шквал агрессии, такой куча дизлайков. Даже я смотрю, в последнее время человек отключил комментарии, типа, будем комментировать. В этом сайте тоже, так называемое, ну, управление потоками, да, подписчиков, да, то есть это некое направление на ихний сайт. Но, опять же, я не знаю, автору канала, наверное, виднее, но с точки зрения вот меня, например, как обычного зрителя, потому что я и то смотрю, и там захожу, и там смотрю, да, то есть для меня, конечно, это немножко и глаз, и слух режет. То есть я считаю, что раз уж ты вышел на сцену по, так сказать, на YouTube, да, то есть наоборот, ты должен что-то отдавать своему зрителю. То есть, ну, первое, да, как мне кажется, рано или поздно мы все проводим конкурсы разные, да, то есть это так называемая отдача. И я не исключение, и многие другие каналы это делают, да. То есть всякие разные такие, ну, что ли, стимулирующие вещи, да, то есть я считаю, что это нужно делать, может быть, не часто, хотя сейчас тоже народ, в общем, довольно-таки сложно чем-то удивить, но мне кажется, это, может быть, и есть смысл делать, да. Поэтому это вот что касается плюсов, да, сбора денег, потому что я прекрасно понимаю, что многие авторы каналов, они, конечно, люди далеко не состоятельные, далеко не, скажем так, финансово не, ну, проблемы с деньгами, что там греха таить, да, у кого-то работа, у кого-то учеба, а хочется все-таки, чтобы его канал, он был более таким, ну, интересным для его зрителей. Конечно, для этого нужны деньги, чтобы покупать новую технику, новое освещение, камеры, все, что с этим связано, куда-то выезжать, там, если это делается обзор, то есть это нужно время, бензин и все, что с этим связано, то есть там целая история. И, конечно, на все на это нужны деньги, то есть я это понял с самого начала создания своего канала и все-таки этот упор стал делать на спонсоров. Дальше, многие, да не многие, а некоторые блогеры вот в Америке имели такую возможность сделать вообще платный канал, и, как мы все прекрасно знаем, вот тот же опыт Индиана ТВ, Юрия из Индианаполис, тоже показал, что эта тема не особо как бы работает, да, то есть он просидел на платном канале, по-моему, год или два, потом ушел с этого, с этой задумки, перешел обратно на бесплатный, бесплатный контент, и потерял только время, потерял, как, наверное, следствие и деньги, и подписчиков, потому что за этот срок, мне кажется, можно было больше собрать и аудитории, больше просмотров и, как следствие, больше денег, да, поэтому платный контент тоже тема не работает. Ну и теперь все-таки, наверное, о самых главных минусах, да, почему же все-таки блогеры просят деньги у своих подписчиков, ну, я считаю, что самый основной главный минус это, ну, мне кажется, это первое унизительно, да, то есть просить деньги, там, ребят, скиньте мне, я просто сам сколько раз вот смотрел прямые эфиры, там, смотрел эти твичи, на которых автор канала сидит и говорит, эй, давай там быстро деньги переводите мне, ну, ну, как-то некрасиво, не солидно это все выглядит, да, то есть я считаю, что это некое просто унижение, да, то есть и многие другие каналы говорят, эй, алло, там, давайте кидайте бабки, там, на вебмане, на кошельки, там, все, что с этим связано, то есть я считаю, что, ну, это выглядит унизительно и настраивает, скажем, подписчика, настраивает своего зрителя, ну, однозначно против, да, то есть это, я считаю, что огромный жирный минус. Также минус еще заключается в том, что, как правило, и практика это тоже показывает, большие деньги никто никогда не переводит, то есть переводят люди 10 рублей, 20, там, 30, ну, то есть суммы смешные, а унижаться за такие копейки, мне кажется, смысла нет. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к началу, с чего я начал, да, то есть нужно искать спонсора, опять же, наверняка, как вы мне сейчас скажете, да, Сергей, вы, там, успешный бизнесмен, то есть вы умеете разговаривать с людьми, умеете как-то их, там, настроить на то, чтобы они с вами работали, заключали с вами, там, какие-то договора, там, по рекламе. Да, совершенно верно, здесь существует определенная политика, определенное правило, но, если будет интересно, может, это вообще реально на ролик тянет, потому что об этом тоже можно долго рассказывать, если поддержите в комментариях, поддержите лайками под этим видео, да, то есть я вам расскажу, как, в принципе, легко и просто найти спонсора для своих видео в Ютубе, например, да, очень много разных способов есть, я их пробовал, и все практически работают, да, но это тема отдельного разговора, если хотите, я потом на эту тему сделаю такой обучающий, может быть, ролик, и, может быть, он будет даже полезный для тех видеоблогеров, которые планируют делать рекламу на своих каналах, потому что это, на самом деле, не будет заставлять вас просить денег со своего зрителя, это, я считаю, что неправильно, то есть лучше деньги зарабатывать самостоятельно, своей головой, своим умом и, так сказать, сообразительностью, да. Вот, что я хотел, наверное, сегодня рассказать, хотел, на самом деле, сегодня снять на улице, но опять, что-то там, какая-то погода непонятная, весна, не весна, ну, в общем, уже, считайте, он конец марта сегодня, какое число-то уже, сегодня, какое число-то сегодня, 30-е сегодня марта, да, на улице минус 2 градусов, все-таки в ближайшее время выйдет мой пранк к 1 апреля, как я уже и говорил, к концу недели попытаюсь сделать прямой эфир, ну, а так, что, в общем, планов громадье, хочу немножко поснимать на улице, наверное, на этой неделе еще сделаю тест-драйв, давно не было тачек, но опять же, вот, ждал хорошей погоды, чтобы было сухо и немножко потеплее, потому что, что такое снять ролик на улице с обзором машины, это порядка двух часов, а то и трех провести просто на улице. Вчера вот тоже снимали пранк, здесь, в Москве, около торгового центра, и, конечно, ну, 3 часа на улице, я уже чувствую, у меня уже лицо замерзло, руки трясутся, уже все, уже даже телефоны, все от холода выключается, потому что батарейки быстро разряжаются, в общем, особо, так по такой погоде не погуляешь, ну, в общем, я надеюсь, что уже все-таки пошло уже все на тепло, думаю, что в ближайшее время будем снимать на улице. Вот такие планы, вот такие дела, ну, и вот в конце завершения этого ролика тоже хотел такой маленький сказать свой тоже комментарий, все прекрасно знают из топ-гира с компанией BBC Джереми Клаксона, да, которого уволили, не будем сейчас вдаваться в подробности, за что, почему, я лишь просто вот скажу такую версию, да, то, что канал BBC, он, в принципе, спонсируется своими зрителями, там, по-моему, есть такое понятие, как лицензия годовая, то есть люди платят за год, по-моему, 100, не то 200 фунтов в год, так называемый налог, что ли, лицензия, так правильно она называется, на то, чтобы спонсировать этот канал BBC. И, тем не менее, уволили одного из таких, я считаю, что выдающихся ведущих мирового значения Джереми Кларксона, да, и возникает простой вопрос, то есть я, например, как зритель, который оплатил эту лицензию и увольняет моего любимого ведущего, то есть у меня возникает вопрос, за что я тогда плачу деньги, то есть я не хочу за свои деньги смотреть то, что я не хочу, правильно, то есть ты, получается, как акционер здесь выступаешь, но я так понимаю, что компания BBC-то особо пофигу, да, на это, и они все-таки приняли свое волевое решение, я не знаю, там смотрели в новостях или нет, то есть там целая акция, сбор подписей, там все, что с этим связано, но, в общем, я к чему все это говорю, то, что зритель, вот, например, в той же Англии, да, Великобритании, он платит деньги за просмотр своего канала, и много это или мало, второй вопрос, да, но он платит, платит определенные деньги и хочет смотреть именно то, что он хочет смотреть, но, как выяснилось, когда что-то происходит не вот под такой вот причине, например, уволили, да, там, какого-то ведущего, либо какое-то шоу закрыли, получается, ты платишь деньги, но ты ничего не решаешь, ну и вот здесь вот то же самое в Ютубе, да, то есть у вас, как бы, просят деньги на, там, развитие канала, да, очень много, у многих, у меня тоже в том числе были раньше эти вебмани, кошельки, Яндекс.Деньги в описании под видео, сейчас я это все убрал, потому что я понял, что это все фигня, все это не работает, это все не нужно, то есть, как я уже сказал, если уж вы хотите зарабатывать на Ютубе, то есть лучше всего искать спонсора выпуска. Все, ребят, на этой чудной ноте, наверное, закончу наш сегодняшний выпуск, да, всем хорошего настроения, все-таки весна, надеюсь, скоро придет. Все, чао, пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok